Итак, друзья, всем привет! Возможно, Яндекс получит по заслугам за свои хорошие, в кавычках, действия. В данном случае ФАЗ заявила о серьезных замечаниях к Яндекс.Такси за ценообразование, ну и не только. Замечания ФАЗ к Яндекс.Такси связаны с алгоритмом ценообразования компании, сообщает руководитель службы Иванов. Он также отметил, что из-за моратория на проверки до конца 2024 года ФАЗ не может применить меры реагирования. Друзья, я сам являюсь сотрудником Яндекс.Еды, курьер Яндекс.Еды на велосипеде. Сейчас вот стоит мой велосипед полностью укокошен, жду вилку на него и... ладно. И вообще считаю, что Яндекс, конечно, относится как к рабам своим сотрудникам. Вы посмотрите, в Ютубе блокирует, когда хочет, делает, вышвыривает, пользуется, когда хочет, вышвыривает, когда хочет, когда надо, зовет, значит, коэффициентами и так далее. Ну, короче, ладно. Ладно. И действительно, как вы понимаете, между Яндекс.Такси и Яндекс.Едой никакой, в общем-то, разницы нет. То же самое. Вот. Также давайте посмотрим. В Федеральной антимонопольной службе ФАЗ есть серьезные замечания к Яндекс.Такси. Вот. Значит, в том числе и за алгоритм ценообразования заявили в интервью известием замруководителя службы Петр Иванов. По его словам, только за прошлый год на компанию поступило более 300 жалоб, как от пассажиров, так и от водителей. Друзья, это не так уж и много, но я думаю, что если реальное количество, которые считают, допустим, я и другие люди, напишутся жалобы, их будет просто реальность и бесконечность. Они, жалобы, связаны как со стоимостью поездок, так и с мерами, которые агрегатор применяет в связи с блокировками. Вот. В частности, относительно блокировки водителей и пассажиров сервисов Яндекс.Гоу компании направлено письмо о том, что возможные нарушения и соразмерные им меры ответственности должны быть исчерпывающе уточнены в документах Яндекса, чего нету, сообщил Иванов. Он отметил, что антимонопольная служба также признала Яндекс снизить до конкурентного уровня комиссию, взимаемую с перевозчиков. Сейчас 28%. 30% забирает себе Яндекс. Представьте себе, какая сумма. Это же просто феноменальный космический спрут-паразит. 30%. Все ругались на Google, да? А здесь вот 30% забирает Яндекс.Гоу. Алгоритм ценообразования услуг такси также не раскрывается компанией в полном объеме. В настоящее время мы продолжаем анализ практик ценообразования агрегаторов такси, по которому у службы есть серьезные замечания к Яндекс.Такси. Подчеркнул зам руководитель службы и добавил, что до конца 2024 года действует мораторий на проверке аккредитованных IT-компаний. Поэтому ФАС не может применить меры реагирования. Ну и что хочется сказать по этому поводу, друзья? Ну, Яндекс это Яндекс. Для тех, кто не сталкивался, не работал в Яндекс.Доставке или в Яндекс.Такси, но я не работал в Яндекс.Такси, тем остается просто удивляться. Ну, посмотрите, огромное количество блогеров, таксистов в Яндекс.Такси и так далее, что они думают, я уже говорил миллион раз, заблокировать любого курьера и любого сотрудника можно вот так просто по щелчку. Там огромный список, бесконечный список. В частности, если вы будете просто не принимать заказы, значит, вот тут ниже Яндекс отвечает, что типа, ну так если мы снизим цены, перестанут ездить, да, значит, таксисты перестанут ездить за такие цены. Друзья, так вот, особенность в том, что, допустим, мне, если приходит заказ, я имею право его не принять раз, два, три, после третьего раза у меня включается автоприем заказов. Вот, плюс, если вы дальше не принимаете заказы, это тоже считается Яндексом нарушением. Как вам такое? Вот. Ну и плюс автозаказ. Был такой случай, я уже говорил, что когда, значит, заказ, значит, пришел, я приехал, там прождал некоторое время, и потом заказ самопринялся, что типа как будто я его самозабрал. Хотя я, несмотря на то, что я прождал полчаса, несмотря на это, значит, значит, там надо было ждать еще, наверное, час, и заказ перестанут приезжать, и служба поддержки сказала, что ничего страшного, точнее, ничего страшного для них, для меня очень страшно, потому что они ничем мне не помогут, это мои проблемы. А потом девушка, когда поняла, видно, до нее после разговора все-таки дошло, что это все-таки проблема, наверное, будет и у Яндекса, то мне просто отменили заказ и, значит, сделали мне тысячу рублей штрафа. Вот, тысяча рублей штрафа плюс страйк. Я, конечно, потом это все неделю, месяц, ну, я не знаю, неделю занимался этим вопросом, так писал, писал, какие-то потратил больше нервов, чем миллионы, все-таки я отменил вот этот, да, значит, страйк, и вот эту тысячу рублей мне вернули, но все равно, друзья, осадочек остался, и я потратил больше нервов, чем это тысяча рублей. Вот, значит, что касается вообще Яндекса, вообще, знаете, мы ездим на велосипеде при минус 25, ну, на 25 градус на морозе, и Яндекс не представляет ничего, ни точек, где мы могли бы погреться, ни точек, где мы могли бы отремонтировать велосипед, в частности у меня в городе Великий Новгород, никаких там точек вспомогательных, где вы можете просто попить горячий кипяток или где-то погреться, ничего такого нет, но давай заказ, едь, едь, если ты по гигантским сугробам, но самая особенность, знаете, в чем, что когда вот выпал снег, и всюду встал сугробы, лед, я не знаю, что там, скорость, естественно, падает, передвижение на велосипеде, а вот время ограничения не увеличивается, вот, то есть время, как выделялось, маленькое время на доставку и так далее, заборы и так далее, так и остается. И сразу же, одна минута, сразу же это вам вычитают из вашей зарплаты, минута, вторая, все идет вычет из вашей зарплаты, вот, то есть если человек, допустим, приедет и не нажмет кнопочку и будет ждать заказ полчаса, его там 200 рублей, 4 умножить на 30, это 120 рублей из него вычтут из зарплаты. Друзья, ну вот так вот, надеюсь, что Яндекс действительно чуть-чуть его освежат, поставят на место, да, он будет более, значит, ну, знаете, как люди, которые там сидят, знаете, они уже не видят людей, не видят ничего, они видят только цифры у себя, свою прибыль и цифры, а то, что за этим стоит, да, кто-то подыхает на этой работе. Вспомните, как Яндекс.Доставка, с чего начиналась, потому что парень, который бегал на Яндекс.Доставке, умер, а у него, молодой парень, у него случились проблемы с сердцем, и он под конец дня, ему стало плохо. Вот, так что, друзья, вот так вот, ссылка на новость, естественно, будет в описании. Яндекс, всего доброго, всем пока, до свидания. Яндекс, всем пока. Всем пока.